Почему многие жители Архангельска сегодня опоздали на работу и какой повод для радости этим утром был в Карпагорах? Об этом в выпуске всех приветствуем. В битве архангельских коммунальщиков со снегом преимущество вновь на стороне погоды. Изменится ли баланс сил к вечеру? Косметический ремонт, новая мебель и оборудование. Как еще преобразилась Тотловская поликлиника? Заглянем на репетицию первого новогоднего представления цирка Виссар. Артисты обещают красочное шоу и соблюдать социальную дистанцию. Коллапс. Слово «избитое», но для описания сегодняшней картины в Архангельске очень подходит. Обильный снегопад засыпал тротуары, а на дорогах создал километровые пробки. Тут и машины, и автобусы, и кареты скорой, а вот спецтехники Плесецкого дорожного управления совсем не видно. Осложнила ситуацию фура, которая, со слов очевидцев, заняла правую полосу въезда на Кузнечевский мост. С водителем долгое время разбирались сотрудники ДПС, а пробка тем временем росла. По этим кадрам из салон было понятно, что работы у техники будет много. Главное, чтобы она оперативно вышла на маршруты. По прогнозу, сегодня к вечеру снегопад прекратится, да и холодает очень заметно. Потому на дорогах возможен гололед. А в Карпогорах сегодня был повод для более радужного настроения. Там, наконец, открылся новый детский сад. Строительство удалось нелегко. По идее, сдать его должны были к первому сентября. Но сроки затянулись. Рассчитан детский сад на 220 мест. Его открытие должно полностью решить вопрос с очередями в дошкольные учреждения. Построили соцобъект в Карпогорах по нацпроекту «Демография». Все подробности в вечерних новостях. Совсем не больничную атмосферу создают в Котловской поликлинике. Косметический ремонт, новая мебель и оборудование преображают первый этаж и кабинет врачей. Красота потребовала немалых финансовых жертв. Артемий Заварзин убедился. Кабинеты УЗИ, ЭКГ, неотложные помощи, а также выписки рецептов и выдачи больничных листов. Все эти и другие службы работают с пациентами на первом этаже. После ремонта их постепенно вводят в привычный ритм. Регистратура теперь компактная, стойка с номерами. Рядом удобная мебель для ожидания очереди. Кстати, очередь теперь электронная. И в последнюю очередь, наверное, переедут кабинеты травматолога и кабинеты неотложной помощи, потому что там требуется определенное их доукомплектование специальной мебелью. Что-то уже есть в наличии, какие-то поставки мы еще ждем. Пациенты, которые уже видели обновленный первый этаж, в один голос заявляют. Приятно, что поликлиника становится похожей на поликлинику. Мне нравится. По уютнее стало. Хорошо. Очень хорошо. Все, что сделала, ненормально. Я сама, что купюр мой лет, так я и оцениваю. Такая красота потребовала немалых финансовых жертв. Большая их часть, а это около 12 миллионов рублей, средства местного бюджета. Полный ремонт первого этажа городской поликлиники обошелся более чем в 14 миллионов рублей. К слову, последний раз подобные работы проводились еще в советское время, в 1986 году. Артемий Заварзин, Регион 29. Сотрудничество региональных профсоюзов и власти обсудили губернатор Александр Цибульский и новый председатель Федерации профсоюзов Алексей Костин. Стороны отметили, отношения между правительством и профобъединениями улучшаются. Тесное взаимодействие договорились развивать и дальше. Мы очень рассчитывали, что те конструктивные и добрые рабочие отношения у нас будут развиваться. И с профсоюзами будет постоянный диалог, направленный на достижение взаимовыгодных результатов. Алексей Костин был избран председателем Федерации профсоюзов Архангельской области 18 декабря. В состав организации входят больше 15 объединений и около 100 тысяч человек. У нас есть ряд позиций, по которым есть уже договоренности. Они реализуются в ряде наших документов, совместно подписанных. Ключевые вопросы – это, конечно, заработная плата, ее своевременная индексация и уровень индексации. Также на контроле профсоюзов обеспечение условий охраны труда на рабочих местах, организация детского отдыха, оздоровительных компаний и соблюдение гарантий для работников, которые трудятся в условиях Крайнего Севера. Архангельский ЦБК и компания «Техсервис» приступают к реализации совместного эко-проекта в арктической зоне страны. Он был одобрен на очередном заседании комиссии Минвостокразвития России в Новодвинске, который относится к числу территорий арктической зоны. «Техсервис» планирует реализовать инвестиционный проект, суть которого – снизить негативное воздействие на окружающую среду. Соавтором и площадкой для реализации стал Архангельский ЦБК. Запланирована установка нового оборудования, позволяющего извлекать скипидар из конденсатов, образующихся при производстве целлюлозы. Конечный продукт будет поставляться на российские и иностранные предприятия химической промышленности. Планируемый объем инвестиций – 42 миллиона. Заявки на заключение соглашений о инвест-проекте в Архангельске и получение статуса резидента были подготовлены при содействии Агентства регионального развития. Первые новогодние представления и впервые в новом статусе – заслуженный коллектив народного творчества. Это про цирк Виссар. Импресари уже расставляют стулья на безопасном расстоянии, воздушные гимнасты обещают полеты над зрителями с соблюдением социальной дистанции. На крайней, как говорят артисты, репетиции побывал Алексей Макеев. Как шутят сами артисты, мы редко бываем в Ленском районе и не бывали в Китае, а остальное мир исколесили вдоль и поперек. Вот и рождественские гастроли были намечены в США. Но ведь выступать на родине ответственнее, потому перед новогодними представлениями в Архангельске – репетиции на износ. И так тысячи раз, пока мастерство не будет отточено. Цирк – это как семья, тут ты выступаешь. Всегда, может, даже дни подряд в Новый год ты уезжаешь от родителей. Давид – юный конферансье, певец. Как все цирковые, выступает и в других жанрах. Я занимаюсь эквилибристикой, балансирую на катушках, шанглирую. А вы когда-нибудь задумывались, как видит зрительный зал воздушный гимнаст? Ведь есть же люди, рожденные летать. Происходит абсолютная магия. Действительно веришь в то, что можешь полететь. Зрители на это реагируют, конечно, восторженно. Восторг – не то слово. Летают без всякой страховки буквально с рождения. Совсем недавно министром культуры Виссару присвоят название «Заслуженный коллектив народного творчества». Собственно говоря, даже неожидаемо. Но я думаю, что мы не ударим, как говорят, в лицо грязью. И будем утверждаться все время. Недавно артисты помогали участникам федерального конкурса «Синяя птица». Эфир в эти выходные. А сегодня уже будут блистать на сцене Еврейского культурного центра в Архангельске. В этот концерт мы будем вставлять больше клоунады, чтобы деткам в зале было весело. Понимаете, очень мало мероприятий сейчас для детей в связи с пандемией. Таковы реалии нашей современной жизни. Ничего не сделать. Но цирк Виссар будет стараться детям принести радость, счастье и новогоднее настроение всем. Выступление цирка можно увидеть до 5 октября. Афиша на сайте концертного зала и в соцсетях. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. О том, что куклы – это не просто атрибут детской игры, а воплощение наших мыслей, переживаний и страхов знают в Краевеческом музее. Там открылась выставка известной художницы, коллекционера, президента Международного объединения авторов кукол Светланы Пчельниковой. Альтернативные куклы – это отражение сложных жизненных историй и судеб их авторов со всего мира. Экспонаты раскрывают тему болезни, смерти, ощущения неполноценности и страхов. Не оставаться один на один со своими страхами и со своими переживаниями. Это панацея, это лекарство, это мой рецепт. И проект там «Шокирующие куклы», другие куклы. Я даже вообще хотела назвать его «Хроники апокалипсиса-2020». Вот, ну, сделала там две работы, у меня «Чумной доктор» и сам коронавирус есть. Если кто-то, конечно, будет разгневан этим проектом, кто-то напишет кучу ужасных отзывов, я готова, я вызываю огонь на себя, потому что мне есть что сказать этими куклами. Экспозиция расположилась в северной башне гостиных дворов. Новый год без корпоративов, танцы запрещены, как есть оливье в маске и для чего все эти ограничения. Празднование Нового года весело и с соблюдением всех требований. Об этом сегодня телеблог «Северодвинск в деталях» в эфире заповеди от Роспотребнадзора. Скажем, грубо наплевать на это все, что может случиться. К сожалению, нужно потерпеть, этот год у нас выдался такой, поэтому давайте мы будем взаимоуважительны друг к другу. И безалаберное поведение корпоративников, не желающих потерпеть и плевавших на все запреты. Что уж греха-то таить? Ну, конечно, проводят. У меня, к сожалению, нету такого, чтобы мне сказали, Иван, мы будем вам плевать абсолютно на все ограничения и проводите. Но я точно знаю, что есть ребята, которые проводят. Может, все-таки остановимся и не допустим новых рекордов по заболеваемости после новогодних праздников? Кстати, как мы выяснили, крупных компаний, которые отметили корпоративы, немало. Также в последнем телеблоге 2020-го соберем пятерку самых популярных выпусков «Северодинск в деталях». Смотрите сегодня на нашем канале в 18.20. На этом пока все. Увидимся вечером. Не прощаюсь. Продолжение следует...